А перед началом хочу посоветовать вам канал со страшными историями Гатор. На канале вы найдете пугающие и леденящие кровь истории и много чего мистического и интересного. Также присутствуют авторские истории. Если ты заинтересовался, обязательно подписывайся и ставь лайки. Ссылка в описании. Когда я был в дошкольном возрасте, я часто не мог уснуть ночью. Нет, я не был гиперактивным мальчиком и уже в 21.00 меня сильно клонило в сон, но как только моя голова касалась подушки, сонливость уходила. Я долго лежал на спине и смотрел в потолок. Я не боялся темноты и не сильно переживал из-за бабаев за батареей и ведьмы за шторой. Точно сказать сейчас не могу, но думаю, мне просто было скучно. В принципе, ничем это не мешало, но спать все равно хотелось, хоть и не моглось. Как и любой ребенок в этом возрасте, я считал, что эту проблему может решить самая мудрая и сильная во всем мире. Мой отец. Когда я долго не мог уснуть, я звал его. Он приходил из соседней комнаты и спрашивал, что случилось. Я не мог ему объяснить, что не так и поэтому просто говорил, что мне страшно. Думаю, что всем родителям приходилось слышать такие слова от своих детей в ночную пору. И решение этой проблемы почти всегда одно и то же. Родитель сидит с тобой некоторое время, тебе становится спокойнее и вы решаете, что от всех кошмаров спасает зажженный ночник или свет в коридоре. Ночника у меня в комнате не было и поэтому, уходя спать, отец не выключал свет в коридоре. Благо, родителям спать он не мешал. А у меня под дверью была достаточно широкая щель, чтобы образовавшаяся полоса чуть освещала ту часть комнаты, где стояла моя кровать. Короче говоря, этот трюк работал. Через некоторое время я засыпал. Так я довольно эффективно спасался от бессонницы некоторое время. Отец каждую ночь оставлял зажженным свет в коридоре и таким образом высыпались и я, и он. Однажды, это было в конце 90-х, была лютая зима. Тогда я впервые увидел, как выглядят обледеневшие деревья и особенно мне тогда нравилось сбивать плотные ледяные корки со сточных труб моего дома и со стволов деревьев. Понятное дело, такая зима для нашего южного региона страны стала неожиданностью. Каждый день обрывались под весом наледи трамвайные и троллейбусные линии. Образовывались здоровенные сосульки, которые падали на ничего не подозревающих прохожих. И, понятное дело, нарушалась работа линий электропередач. Суть в том, что иногда пропадало электричество во всем доме. Электрики объясняли, что из-за морозов. Однажды это случилось поздним вечером, и ремонтировать до утра, понятное дело, никто ничего не собирался. Ясно, что засыпать в эту ночь я должен был без света, а отец был слишком уставший после работы и к тому же чем-то раздражен. Короче говоря, я лежал в кровати в комнате, и сна не было ни в одном глазу. Долгое время я изучал потолок и занимал себя тем, что представлял, будто бы я попал на необитаемый остров и охочусь там на динозавров. И не знаю, почему, мне представлялось, что было бы совсем отлично, если бы со мной был бы веселый напарник. Из тех, что попадают в передряги, смешат тебя и делают всякие глупости. Короче, персонаж недотёпа, клише из мультфильмов и приключенческих фильмов, которые выливались с экрана телека прямо в мой неокрепший разум в те годы в больших количествах. Надо сказать, что с самого рождения я был очень худым и слабым мальчиком, но тем не менее имел богатую фантазию. И, наверное, именно из-за своей физической хилости, лёжа в кровати, я представлял себя сильным и мускулистым героем боевиков, а своего напарника слабым, тощим и, в завершение ко всему, совершенно лысым. Лысых людей я почему-то считал очень забавными. По моему сюжету он попадал в лапы тираннозавров, рисковал быть затоптанным бронтозаврами, спасался бегством от стай велоцирапторов, а то и оказывался в гнезде птеродактиля. И каждый раз он комично вздымал руки к небесам и кричал глупым высоким голосом «Помоги, герой!». При этом его голова металась взад-вперёд, будто он так яростно кивал. И вообще, он всегда называл меня героем. Мне тогда показалось, что это очень круто. Я быстро придумывал всё новое и новое приключения. И, должен сказать, в большинстве из придуманных мной сценариев, напарник заканчивал свою жизнь без ноги, на рогах у трицератопса или съедался другими прожорливыми динозаврами. Честно признаться, такой исход событий мне даже нравился больше, и к полуночи сюжеты со смертью напарника полностью оттеснили хэппи-энды. Ближе к трем часам поток моих героических фантазий прервал неожиданный звук. Я безошибочно узнал его. Кто-то нажал на последнюю клавишу «Пианино Украина», которая стояла у нас в холле. Я сразу понял, что это была именно та клавиша, потому что, в отличие от остальных, она звучала звонко. Полгода назад лопнула струна, и пришедший мастер заменил её на новую, не потрудившись, впрочем, настроить пианино в принципе. Звук был резкий, и, как и любого ребёнка в темноте, он меня испугал. Я повернул голову в сторону двери и увидел, что из-под неё пробивается слабый свет. Слабее, чем от лампы в коридоре и какой-то дребезжащий, будто по ту сторону дверей зажгли пару свеч. Через несколько секунд я услышал «Помоги мне, герой!» Голос был высокий, но звучал спокойно. Я сразу же забыл обо всех страхах, ведь я превратился в героя, и мой напарник сейчас нуждался во мне. Я перевернулся на спину и увидел его лицо. Оно выросло в потолке, будто побелка стала как воск или тонкая резина, и по размеру не превышала чайного блюдца. Лицо висело аккуратно над моим. Маленькая, но я хорошо рассмотрел напарника. У него был высокий широкий лоб. Маленькие, хорошо расставленные, запавшие свиньи глазки без ресниц, не выражающие никаких эмоций. Такой же маленький детский носик и длинная нить, которую скорее можно было бы назвать прорезью, чем ртом. Напарник хорошо раскрыл свой рот, и я услышал. «Помоги мне! Спаси меня! Они будут терзать мое тело! У меня уже нет рук! Помоги! Их детки съели мои ладошки! Они оторвали от меня кусок мяса! Мне больно! спаси меня, герой!» Я слышал его тонкий голос, но его губы не шевелились. Рот был по-прежнему широко раскрыт, и когда напарник замолк, он резко захлопнулся. Мне почему-то стало смешно от этих его слов, и я захохотал. Напарник улыбнулся мне в ответ, сначала одними губами, а потом обнажил ряд длинных, прямых, но тонких зубов. Улыбка была очень широкая, но сами зубы занимали в этом зияющем оскале непропорционально мало места. Создавалось ощущение, будто кто-то сильно тянет напарника за уголки рта, заставляя улыбаться. И в этом его рту была помещена челюсть, взятая из черепа младенца, если бы он имел зубы. Я перестал смеяться, и теперь просто улыбался напарнику в ответ. Он начал раскачивать голову взад-вперед, как я представлял себе это раньше, когда он кричал о помощи. Я вторил ему, кивая в ответ. Темп движения наших голов ускорялся, и вскоре мир превратился для меня в мельтешаще, передвигающийся с огромной скоростью лицо напарника, его скачущие во тьме маленькие зубки. Звуки утихли, я ничего не слышал. И тут мне стало страшно. Мир все еще двигался с огромной скоростью, превратившись в месиво тусклых бликов и тьмы. Все смешалось. Одно было неподвижно. Широко ухмыляющееся личико оставалось на месте. Напарник смотрел на меня с своими свинячьими глазками, и все так же широко улыбался. Этот взгляд и ухмылка наполнили мое сердце ужасом. Я хотел кричать, но не издал ни звука. Я чувствовал такое эмоциональное давление, что думал, что сойду сейчас с ума. Я хотел услышать хоть какой-нибудь звук, увидеть хоть что-нибудь из своей реальной жизни, из своей комнаты. Но все, что я видел, белое личико напарника размером с блюдца. Его черные глазки и маленькие зубки в пропасти широкой улыбки. Целую вечность я смотрел на него, а он смотрел на меня. Мой страх меня пожирал, но я не чувствовал сердечной боли, неприятных ощущений в желудке, слез на щеках. Я ничего не чувствовал и не слышал. Только ужас. Я хотел умереть. Как я хотел умереть. Я был такой маленький, пятилетний, тщедушный мальчик. Я не мог выдержать такого ужаса. В себя меня привел мой отец. Он рассказал, что услышал, как кто-то нажал пианинную клавишу. Вышел из спальни и увидел, что крышка пианино поднята. Отец зашел ко мне в комнату, и то, что он увидел, его очень сильно испугало. Я стоял на своей кровати в полный рост и, не издавая ни звука, мотал головой взад-вперед. Отец быстро подошел ко мне и встряхнул, взяв за плечи. Это помогло мне вернуться в реальность. Я заплакал, и он меня обнял. Я уснул у него на руках. На утро я забыл о событиях ночи, проснулся бодрым и в хорошем расположении духа. Отец, видимо, видя, что я в порядке, решил не тормошить меня разговорами о сегодняшней ночи. Он видел, что я забыл обо всем. И со временем он тоже забыл. Почему же я пишу об этом сейчас, описывая детали с такой точностью? Сейчас мне 19, а произошло это довольно давно. Потому что напарник, помог мне вспомнить. Сегодня утром я ехал в метро в универ, и на одной из остановок в вагон зашел попрошайка. В отличие от цыган и других просящих милостыню в метро, он не сказал ни слова. Он был одет в старую, грязную, выцветшую желтую пуховую куртку с капюшоном, надетым на такую же грязную синюю шапку. У него была большая голова, но его лица нельзя было просто так рассмотреть в стянутом шнурком по кругу капюшоне. На руках у него были грязные синие варежки, на ногах залатанные старые спортивные штаны, заправленные в побитые ботинки. Он подходил к людям и тихо протягивал руку, не говоря ни слова, но все игнорировали его просьбы. Я стоял напротив выхода из вагона, прислонившись к противоположным дверям. Когда попрошайка, опустив голову, начал приближаться ко мне, я полез во внутренний карман, чтобы достать мелкие деньги, но остановился, засунув руку за пазуху. «Помоги!» Он говорил тонким голосом, необычайно тихо, но в тот момент для меня исчезли все звуки. «Помоги, герой!» Грязная варежка потянулась ко мне ладонью вверх. Я сразу вспомнил все события той ночи с потрясающей ясностью. «Они съели мои ладошки! Помоги!» Попрошайка подняла лицо, и я увидел черные запавшие глазки. Лицо в капюшоне было маленьким, необычайно маленьким для такой массивной головы. «Помоги, герой!» Напарник широко мне улыбнулся, обнажив свои тоненькие длинные зубки. «Помоги!» Я потерял сознание. На платформу я вышел сам, но пришел в себя, когда уже сидел на лавочке, а надо мной склонилась работница метрополитена в глупой шапочке. «Что употреблял?» Я отрицательно помотал головой в ответ. Потом спросил, что случилось. Убедившись, что я ничего не помню, она рассказала, что я стоял в вагоне и быстро кивал. Взад-вперед, взад-вперед. Ребятки, если вам понравилась страшилка, то поставьте, пожалуйста, лайк. Я надеюсь, вам будет не сложно, а мне приятно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok